Ошо. Вопрос. Ты всегда подчеркивал важность игры, Лилы. Но может ли человек с игривым умом быть хирургом, делающим пластические операции, или ученым? Ответ. Вопрос задан премом Лиладхаром. Он занимается пластической хирургией. Поэтому такой вопрос. Запомните. Все, что когда-либо изобретено в этом мире, было изобретено в результате игры. Вы будете удивлены, если я скажу, что все, что вы видите вокруг себя, было изобретено игривыми людьми, а вовсе не серьезными. Серьезные люди слишком ориентированы на прошлое. Они держатся за прошлое, потому что знают, что оно работает. Они никогда не проявляют изобретательности. Если Воловья повозка хорошо вам служит, зачем беспокоиться? Зачем тратить время изобретать машину? Да и где вы слышали о каких-то машинах? Вы, наверное, зашли с ума. Утилитариста это не интересует. Он говорит, зачем? Воловья повозка вполне хороша. Но есть игривые люди, они не привязаны к прошлому. Они постоянно играют с вещами. И из этой игры рождаются новые комбинации. Изобретательность – это функция игривости. И ты спрашиваешь, может ли человек с игривым умом быть хирургом, делающим пластические операции или ученым? Это как раз и возможно только для человека с игривым умом. Исследователями и открывателями становятся не утилитаристы. Утилитарист всегда интересуется, в чем выгода. Например, люди впервые прилетели на Луну. Утилитарист с деловым умом спрашивает, зачем? Там не найти рынка сбыта, там никого нет. Это просто расточительство, ради чего вкладывать столько энергии, столько усилий, столько денег, в то время как на Земле люди голодают. Человек с деловым коммерческим умом скажет, что это неразумно. Но есть люди, которым интереснее полететь на Луну без какой-либо выгоды. Есть люди, которые несут будущее в настоящее. Сейчас они тоже не могут сказать, какая в этом польза. Но кто знает. Может быть, Земля станет непригодной для жизни человека. Все к этому идет. Человек причинил так много вреда Земле, что теперь она не может забыть этого и простить. Человек был просто бедствием для Земли. Он разрушил ее экологию. Земля разгневана и будет мстить. Когда-нибудь Земля может обратиться полностью против человечества. Она может лишить его пищи. И тогда единственным способом спастись будет улететь на другую планету. Это не обязательно будет Луна. Но Луна это еще не конец игры исследователей. Это лишь промежуточная станция. Возможно, это будет какая-то другая планета. Более зеленая. Более живая. Земля умирает. Это умирающая планета. Это старая планета. Только тогда люди скажут, какими великими изобретателями были люди, которые долетели до Луны. Но сейчас любой практичный, прагматичный человек против этого. Так было всегда. Многие инструменты и виды оружия впервые появились как игрушки. Лук был музыкальным инструментом, прежде чем стал оружием. И колесо сначала было игрушкой, прежде чем его стали использовать в полезных целях. Во время раскопок было обнаружено, что раньше существовали цивилизации, доисторические цивилизации, в которых не было валовьих повозок, но были игрушки с колесиками. Украшения появились еще до появления одежды. Вы будете удивлены, когда еще не было одежды и украшения уже существовали. До сих пор есть примитивные племена, которые ходят обнаженными, но украшения их интересуют не меньше, чем вас, а даже больше. Одежда – это практическая необходимость, но украшения – просто игра. Человек не настолько экономически ориентированное существо, насколько полагают экономисты. Эстетика его интересует больше, чем экономика. Он любит красоту больше, чем пользу. Первые домашние животные были приручены просто ради забавы. Предполагают также, что зерно впервые начали выращивать не для получения пищи, а для производства пива. Я думаю, немцев это порадует. И я согласен с ними. Искусства появились раньше производства. Игра появилась раньше работы. На формирование человека большее влияние оказывало не то, что он обязан был делать, а то, что он творил в моменты игры. Источником всей уникальности и креативности человека является его внутренний ребенок. И наилучшей средой для раскрытия его способностей и талантов является игровая площадка. Когда человек становится утилитаристом, он утрачивает свою способность к исследованию. Когда человек начинает осуждать роскошь, он становится скучным и посредственным. Это можно наблюдать сейчас на Востоке. Люди здесь стали скучными. Они утратили тягу к исследованиям и изобретательству. Потому что роскошь была осуждена. Потому что стремление к комфорту было названо грехом. А если вы не стремитесь к комфорту, тогда в исследовании нет никакого смысла. Если вы не стремитесь к роскоши, тогда все исследования прекращаются. Тогда все, что вам нужно, это кровь, пища и одежда. Ну, тогда вам приходит конец. Когда вы не исследуете, вы не становитесь богаче. Когда вы не исследуете, вы перестаете развиваться. Именно это произошло на Востоке. Произошло катастрофическим образом. Из-за того, что так называемые священнослужители и религиозные люди осудили роскошь, человек перестал быть изобретательным. В бедности Востока виноваты святые, потому что если люди не исследуют, они остаются бедными. Если люди удовлетворяются тем, что есть, они с каждым днем становятся все беднее и беднее. Так как численность населения постоянно растет. И они не видят выхода из этого. Они принимают это как должное, как свою судьбу. Человек любит роскошь. Лишите его игры, удовольствия, роскоши и прихоти, и он превратится в скучное, вялое создание, едва способное обеспечить себя необходимыми средствами к существованию. Общество начинает загнивать, когда люди становятся слишком рациональными или слишком серьезными, чтобы соблазняться игрушками. Когда я говорю, что качество игривости является источником всех открытий, я говорю это в буквальном смысле. Величайшее бедствие, которое может произойти с человеком, это то, что он может стать слишком серьезным и слишком практичным. Немного сумасшествия, немного эксцентричности пойдут ему на пользу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok